Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы находимся в гостях в студии Inside People. С огромной радостью хочу представить моего доброго друга Георгий Байбородин. Я занимаюсь звукорежиссурой, студией звукозаписи на базе РЦНТ Республиканский Центр народного творчества. Вокалист, являюсь резидентом Inside People. Сегодня мы встретились, чтобы познакомиться со старинной игрой, национальной игрой «Шага на дым». Ты, наверное, слышал уже о ней. Вот у нас мешочек, в котором находятся косточки шага. Честно скажи, ты когда-нибудь играл? Да, я пробовал пару раз, очень увлекательно. Ну, я сейчас расскажу, как это происходило в моем детстве. Это косточки из овечьей, по-научному, я даже не знаю, ты знаешь, как называется по-научному? Не знаю, это суставы, наверное. Ну, на себе показывать нельзя, говорят, но, в общем, это относится к скелету барана. Говорили, что чем лучше ты обладываешь кости, тем красивее будут дети. Видимо, твои родители хорошо обладали кости. Мы как делали, всегда, мне кажется, но многие так делали. И ты угадываешь, где я. Всегда. О, молодец, ты начинаешь. Дырочка вверх, это коза. Коза? Ага. А, ну да, похоже. Да, да, да. Горбато, и здесь вот с рогами, да? Да, да, да. Так, вот это точно я знаю, что это верблюд. Если вот так встает, это очень редко бывает. Бывает. Все, берешь большую охапку и хорошо разбрасываешь. Ты смотришь, две одинаковые везде. Две одинаковые. Вот, допустим, да? Два одинаковых животных. Да, вот две. И вот этим пальцем мы всегда вот этим пальцем били. Да, вот так. И вот так бьешь. И должен попасть. Но ты нельзя задевать, да, остальные. Если ты задел, то переход хода. О, задел. Задел, задел. Если я, допустим, сейчас бы не задел, я бы забрал одну или две. Одну. И дальше продолжил поиграть. Дальше продолжим поиграть. Ну вот, спасибо. Забираю. Забираю. Все. А, хотя нет, я задел. Я задел. Я метился сюда. Задел эту. Ладно. Я придумал правила новые. Ладно, ты все равно не умеешь играть. А, все. Задел. Теперь твой ход давай. О, я выигрываю. Три одинаковых выпадает. Я могу все эти собрать. Три кости. Такое ощущение, что меня обманывают. Обманули, да? Высоко подбрасывали. Ну, кто умеет, мастера. И за это время там собирали. И уже надо еще поймать вот этот летит. Нельзя тоже занять. Ну, у меня, знаете, смешанное. У меня есть и семейские, и буряты. И цыган где-то далеко там проплывал один. Но в основном у меня вот по папе семейские и бурятки. А по маме они там с Волги приехали. Ну, у меня жена бурятка. Мы утром встаем, слушаем молебень. И самое интересное, это уже ходим по гостям. Считалось, чем больше ты сходишь в гости, тем лучше для тебя. И также те, кто дома сидят, обычно это старшее поколение. Чем больше гостей к тебе приходит, тем лучше будет.